Как театр начинается с вешалки, так и Черкесск будет начинаться со стеллы на въезде в город с восточной стороны. Она будет украшена флагом и гербом Карачаева Черкесии, а в основании будут монтированы слова «Черкесск» и «Добро пожаловать». Работы по монтажу этого сооружения начались весной текущего года. Стелла высотой 22 метра выполнена из металлических конструкций на железобетонном основании. Вокруг нее будет разбита клумба и оборудована подсветка. Проинспектировать ход строительства, несмотря на дождливую погоду, приехал глава республики Рашид Тимрезов и мэр Черкеска Руслан Тамбиев. Работа должна быть выполнена не только качественно, но и в установленный срок. Дню города будет готова? Будет, я думаю будет. Я не уверен. Моя не уверенность только в погоде. То, что от нас зависит, от нашей фирмы, мы все расписали. Мы как думаем друг друга? Дню города. 21. Еще одно торжественное открытие в день города состоится в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» и без того преобразившемся за последний год до неузнаваемости. Здесь откроют новый амфитеатр на 1060 мест, который лишний раз будет напоминать о назначении парка для культуры и отдыха. А вокруг амфитеатра со временем будет оборудована новая театральная площадь. Возвращаясь к предстоящему 21 сентября Дню города, надо сказать, что он обещает стать ярким и запоминающимся. Праздничные мероприятия и массовые гуляния пройдут и на черкесском мини-арбате, улице Первомайской, которая теперь и в будни не пустует до позднего вечера, став одним из любимых мест прогулок и встреч как для жителей, так и для гостей Черкеска. Однако для горожан, проживающих в южной части города, совершить семейный вечерний променад по улице Первомайской далековато и не очень удобно. Но теперь у них будет свой собственный бульвар ничуть не хуже. Казалось бы, совсем недавно мы рассказывали только о планах городской администрации относительно строительства нового сквера по улице Даватора. А уже сегодня эта работа близится к завершению. Реконструируется сама улица Даватора, проезжая часть, будет реконструироваться часть вдоль 15-й школы проезд, полностью будет реконструировано. Восстановлено асфальтовое покрытие новое будет, зеленая зона будет приведена в порядок. В настоящее время это уже практические работы идут к окончанию. Будет постелено плитки больше 5000 квадратных метров. Вдоль дороги установлены новые бордюры и оборудована ливневая канализация. Что же касается пешеходной зоны, то по всей ее полукилометровой длине установили кованые фонари, лавочки и урны. Целое множество детских аттракционов и спортивных тренажеров. А в самом центре бульвара расположился фонтан. Работы по благоустройству сквера в самом разгаре, но юные горожане уже с удовольствием испытывают новые горки и качели. Мы всегда, когда со школы идем, нам нравится, что здесь построили качели. Мы всегда останавливаемся и там катаемся. То надо было в центр ехать, а то здесь все у нас на месте будет. Очень даже большое спасибо, кто это все организовал, кто это все делает. Да красиво стало, Господи, что там говорить. Очень хорошо. Вот молодцы, что сделали. Все радуются. Видите, как дети рады. Очень хорошо. Спасибо большое, кто сделал. Отлично. Слов нет даже. Красота, конечно, деткам. И чистота, наверное. Надеемся, будет и порядок. Вот только на дороге переходить сейчас невозможно. Там переход не сделали. И некоторым детям они вот так вот аж обходят. Сделайте нам, пожалуйста, хороший переход. Устами этих детей глаголит истина, которую взрослые в администрации Черкеска прекрасно понимают. По проекту, значит, два пешеходных перехода в районе улицы Макаренко и еще одной. Вот два перехода. В настоящее время мэрам дано указание сделать напротив остановок переходы. Но для оптимизации движения в настоящее время заключен договор со Ставропольской, договоренность со Ставропольской лабораторией по безопасности дорожного движения, МВД Ставропольского края, значит, они во вторник-среду начнут обследование дорожного потока и так далее. И дадут свои рекомендации, в которых будет уже оговорено точное место пешеходных переходов. У многих может возникнуть резонный вопрос, как вообще новый сквер будет сочетаться с такой транспортной артерией, как улица Доватора. Оказывается, и здесь все продумано. Вдоль всего бульвара будет установлена зеленая изгородь, которая защитит отдыхающих от пыли и шума автомобильных моторов. Долгие годы на этом месте был пустырь. Его засегдатаями были разве что придорожные торговцы арбузами и дынями. Наконец-то этой огромной площади нашлось достойное применение. Теперь жители этого густонаселенного микрорайона вряд ли усидят дома. Да и не только они. Места хватит всем. Руслан Альботов, Миха Каракелян. Итоги недели.